МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. В студии Леонар Аймбеков и сурдоперевод Марата Жумабекова. И в начале выпуска коротко о самом важном. Убедились лично. С реализацией пяти социальных инициатив главы государства в Алматинской области ознакомились члены Республиканского общественного совета. Лучшие в своем деле. Работников спортивной сферы со всей области поздравили с профессиональным праздником. Удар, еще удар. Зрелищный турнир по боям без правил прошел в городе Капшигай. Сразу 17 домов, почти на 600 квартир планируют ввести в эксплуатацию в области в этом году. Благодаря чему у ЖТСУ появится шанс приобрести жилье по программе 7-20-25. На сегодня по данным регионального филиала Банк Центр Кредит уже принято 40 заявок по госпрограмме. 28 из них одобрено. С ходом строительства жилого дома в новом микрорайоне Талдыкургана и реализацией пяти социальных инициатив на местах ознакомились члены Республиканского общественного совета Нуртай Сайбелянов и Аблай Мурзахметов. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи. Реализацию первой из пяти социальных инициатив решили проверить столичные гости. Всего по области определены 19 массивов в четырех районах и городах Капшигай и Талдыкурган. Сюда относятся эти три 16-этажки. Строительство объектов началось еще в сентябре прошлого года. Сегодня здесь трудятся 117 человек. По плану дома должны принять своих первых жителей уже через четыре месяца. Нужно активно проводить разъяснительные работы, послушать, что говорит население, потенциальные заемщики, на какие квартиры больше всего идет спрос. Смотря на результаты, уже будем знать и строить по их запросам. Нужно смотреть на квадратуры. Допустим, мы даем по 25 миллионов. А может, этого недостаточно. Нужно учитывать все нюансы и сделать жилье доступным для каждой семьи. Всего в текущем году планируется ввести 17 домов на 589 квартир общей площадью более 35 тысяч квадратных метров коммерческого жилья. Также ведется строительство кредитных домов за счет средств квази-государственного сектора путем выпуска облигаций и реализации через Жилстройсбербанк. На эти цели выделено 5 миллиардов 400 миллионов тенге. Учитывая опыт прошлых лет и внесенные изменения в правила реализации кредитного жилья, в случае наличия остатков квартир, продажа будет осуществляться по программе 7-20-25 через банки второго уровня. Средняя стоимость двух-трехкомнатной квартиры в Алматинской области 15-20 миллионов тенге. Общая жилая площадь этого дома 21 950 квадратных метров. На одном этаже по 5 квартир. Всего в каждом из этих домов по 80 квартир. Минимальная цена за квадрат 140 тысяч тенге. Узнать о ходе реализации других направлений пяти социальных инициатив члены Республиканского общественного совета отправились в палату предпринимателей. Здесь прошла встреча в неформальной обстановке с представителями малого и среднего бизнеса. Для удобства начинающих и уже действующих предпринимателей создан и работает сайт «Генплан», рассказали гостям. Чтобы получить информацию о каком-то земельном участке, о собственном либо перспективной застройке, человеку приходилось раньше идти в архитектуру, получать справки различные, писать письма и так далее. Сейчас мы посмотрели статистику, в среднем тратится 2-2 минуты на то, чтобы человек получил ту информацию, которая ему это интересна. Это очень удобно. То есть основная задача это предоставить открытые сведения о существующей перспективной застройке. И данная работа хорошо оценивается и Атамикеном, и Нуратаном. И по этой методике, которую мы применяем сначала в Астане, в Алмате, вот сейчас в Алматинской области, все жители к концу года будут обеспечены этой информацией. В ходе депутатской проверки по реализации пяти социальных инициатив Ельбаса столичные гости дали хорошую оценку проводимым работам. Мы с утра посмотрели по ипотечной программе, 7-20-25, первый месяц, конечно, есть определенный вопрос, есть активность банков. А самое главное, ключевое, есть понимание в Акимате, что нужно разъяснять. Потому что самое главное послугового государства, чтобы этот кредит стал доступным простому народу. То есть бюджетникам, молодежи, у которых нет накопленного капитала. Второе направление это микрокредитование. Здесь очень хорошо восприняется инициатива УСР. 20 миллиардов выделено, из них миллиард уже поступил в Алматинскую область. И те выпускники БАСТАУ, кто хотел в прошлом году начать, не попали. Уже 50 проектов из этого миллиарда получают своей суммой. И, собственно, на это и направлена была инициатива УСР. Газификация региона также на особом контроле. Из более чем 740 населенных пунктов области природный газ придет в 473. На сегодняшний день в 11 районах голубым топливом уже охвачено 123 поселения. Об этом более подробно членами Республиканского совета рассказал заместитель Акима области. Доступ к природному газу имеет 718 тысяч человек. В 2017 году завершено строительство магистрального газопровода Алматы-Талдугурган, где отстроено 21,4 миллиарда тенге. Доступ к природному газу получили населенные пункты 6 районов и 2 городов. На строительство трех агресс в Балхашском, Кербулахском и Каратарском районах из республиканского бюджета выделено 1,5 миллиарда тенге. Из областного 1,1 миллиарда тенге. В этих трех районах планируется газифицировать 50 населенных пунктов с населением 128 тысяч человек. По завершению объезда члены общественного совета посетили и конечную точку магистрального газопровода Алматы-Талдугурган. Он позволяет обеспечить природным газом города Талдугурган, Текили и населенные пункты 5 районов. В целом столичные гости результатами рабочей поездки остались довольны. Пана Анитова, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. С большим воодушевлением встречает свой профессиональный праздник спортивная гвардия ЖТСУ. Сегодня и месяц чем гордиться. Более 630 медалей различного достоинства завоевали спортсмены Алматинской области в текущем году на республиканских и международных состязаниях. Эти и другие достижения были отмечены на торжественном мероприятии в честь Дня спорта Республики Казахстан. Он собрал ветеранов сферы, работников районных акиматов, курирующих вопросы развития физкультуры и тренеров, взрастивших немало чемпионов. Более подробно расскажет Лилия Штогрина. В Алматинской области спорт и физкультура в особом приоритете. В этой сфере из года в год увеличивается объем финансирования, улучшается учебно-спортивная и материально-техническая база. Ведется строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом населенном пункте. К слову, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, хоккейные корты и легкоатлетические стадионы не пустуют. Люди разного возраста идут в массовый спорт. Более 28% жителей области занимаются физической подготовкой. Сегодня в области действует более 3000 спортивных сооружений, 37 спортивных школ, регулярно занимается спортом более 500 тысяч человек. Это 28,4% от общей численности населения. Заместитель Акима Алматинской области Серегжан Бескимпиров поблагодарил всех, кто выбрал спорт делом жизни. Он отметил неоценимый вклад спортивных наставников в подготовку атлетов высокого класса и пропаганду здорового образа жизни. Благодаря их профессионализму, работоспособности и целеустремленности гимн нашей страны звучит на самых престижных состязаниях планеты. Мы очень гордимся нашими олимпийцами. Сейчас идет подготовка к большим соревнованиям, национальным играм, которые будут проходить в Дню Конституции в Джамбульском районе. И мы всегда держим на пульсе времени, не отстаем, стараемся воспитать чувство долга, патриотизма посредством спорта. Стараемся прививать к нашей молодежи принципы здорового образа жизни. Мы пропагандируем, будь то зимой, зимние виды спорта, будь то летом. Поэтому хотелось бы многотысячную армию спортивных работников Алматинской области поздравить от имени ветеранов, от имени партийной организации, которую я возглавляю уже 20 лет, партийная организация «Нур-Отан». Наша самая богатая партийная организация на медали, на награды. Заслуги ветеранов спорта были отмечены особо. Эти люди заслужили уважение своим многолетним трудом. Именно они заложили твердый фундамент в развитии отечественного спорта. Их самоотверженность, сила воли и трудолюбие являются хорошим примером для молодежи. Молодому поколению завещаю, чтобы они занимались спортом, воспитывали свое тело и душу в современном духе и олимпийском резерве. Наши спортсмены с каждым годом получают хорошее вознаграждение и хорошую поддержку со стороны государства. Все делается для блага народа, чтобы наши дети занимались спортом. Более 70 ветеранов спорта в честь своего профессионального праздника получили денежные премии. Почетными грамотами и ценными призами награждены также яркие представители спортивной сферы ШТСОП. Трое из них удостойны нагрудных знаков, почетный деятель спорта и за заслуги в развитии физической культуры. К слову, все наши спортсмены и тренеры не на словах, а на деле ощущают всестороннюю поддержку и внимание со стороны руководства области. От Киев-встречи поднимают боевой дух, придают дополнительную уверенность и вдохновляют на свершение новых спортивных подвигов. Что касается наших спортсменов области, то тоже очень многие спортсмены радуются своими результатами. Сейчас наша юниорская сборная и сборная девушек готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Австрии с 20 по 29 сентября. И по прогнозам тренеров можно тоже рассчитывать на высокие результаты, поэтому сейчас идет активная подготовка. Многие наши соотечественники во всех регионах страны отмечают этот праздник на площадках, стадионах, кортах, бассейнах. Там, где царят спортивный азарт, сила духа и самое главное стремление к здоровому образу жизни. Сегодня в области последовательно создаются условия для развития активного отдыха, физкультуры и массового спорта. За последние 10 лет построено более 400 различных спортивных сооружений. А благодаря стараниям и громким победам наших талантливых атлетов регион по праву считается кузницей спортивных кадров и центром притяжения звезд казахстанского спорта. Лилия Штогрин, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ. Что нам нужно знать об ОСМС? В первую очередь это гарант здоровья, говорят представители Фонда обязательного социально-медицинского страхования. Подробнее об этой актуальной теме они рассказали на брифинге в региональной службе коммуникации. Это нововведение обеспечивает всем застрахованным гражданам Казахстана, независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов, равный доступ к медицинской и лекарственной помощи за счет средств фонда. Подчеркнули участники встречи. А в случае недовольства качеством оказанных ему услуг, гражданин может сообщить об этом непосредственно в фонд или поставить свою оценку на сайте, не выходя из дома. В целях разъяснения всех процедур и особенностей страхования с января по июль текущего года было проведено почти 80 встреч в медицинских организациях. Также специальное обучение прошли сотрудники колл-центра и службы поддержки пациентов в медучреждениях. Все это направлено на повышение ответственности граждан за сохранность своего здоровья, подчеркнули собравшиеся. В ноябре было разработано и приложение фонда «Народный контроль». И она в сайте фонда ФСМСКЗ, где может каждый пациент или каждый посетитель той или иной медицинской организации может оставлять свои мнения по пяти категориям. На сегодняшний день в правительстве Республики Казахстан рассматривается ряд вопросов, в том числе по введению единого совокупного платежа. То есть этот совокупный платеж предусматривает такие выплаты, туда будут включаться и пенсионные отчисления, обязательные пенсионные выплаты, а взносы и обязательно социальное медицинское страхование, взносы по обязательному и все прочие социальные подоходные налоги будут предусматривать. Для жителей предусматривается городов, единый совокупный платеж составит в размере одного мэрэпэ, а для жителей сельских округов он будет составлять в размере 0,5 мэрэпэ, то есть полмэрэпэ. В народной памяти имя почетного гражданина Панфиловского района Сергаза Беспаева отныне носит одна из центральных улиц города Жаркент. Это торжественное событие, а также ряд других мероприятий приурочено к 85-летию со дня рождения известного в районе государственного деятеля. Сергаза Беспаев был настоящим патриотом своей страны. Он внес большой вклад в развитие не только Житезуцкого края, но и республики в целом. С 1976 года за 10 лет его руководство, нынешний Панфиловский район, пережил буквально второе рождение, вспоминают коллеги и соратники. Особый подъем наблюдался в сельском хозяйстве. Регион взрослел сразу в 8 героев социалистического труда. Как рассказали участники памятного митинга, прошедшего в Жаркенте, Сергаза Беспаев всегда отличался высокой ответственностью, человечностью, добротой и искренней заботой о земляках. Он растил кадры, будущее наше поколение. Сегодня они работают на разных отраслях народного хозяйства, которые вносят огромную лепту в экономику нашей республики. И сегодня многие из них являются почетными гражданами нашего района. С глубокой теплотой, глубокой любовью, как человеку порядочному, мудрому, как говорится, мы все люди с большой буквы, но он был очень особенный. И сегодня я горд и рад, что сегодня один из, в честь, день его рождения, называется одной из прекрасных улиц города Жаркента. Я благодарю всех наших горожан, жителей. Надо, как говорится, всегда вспоминать о тех людей и, как говорится, не оставлять их без внимания. И всегда, пока мы живы, он будет в наших сердцах. Сергаза Беспаев – кавалер ордена Трудового Красного Знамени. И это не единственная его награда. За годы работы он удостаивался похвалы от самого высокого руководства. А дважды герой социалистического труда Николай Головацкий называл его главным архитектором и строителем Панфиловского района, вспоминают потомки. «Хочется выразить большую, очень огромную благодарность. Это та улица, именно по которой он ходил пешком на работу. Спасибо вам, спасибо жителям улицы, спасибо Маслихату, Акимату, Акиму города, Акиму района. С одной стороны, нам было легко делать это все мероприятие, потому что в этом регионе все помнят, знают отца. И, как говоришь, сразу фамилию. Ни в одном кабинете не было отказа. Все шли навстречу. И вот это вот и есть показатель жизни. Наверное, это самое главное – память. Пока вот все помнят, знают, этим всегда и жив человек. Огромное спасибо. Всем волчай, здоровья. Отныне одна из улиц райцентра будет носить имя Сергаза Беспаева. В память о нем установлена и мемориальная доска. Азаджумаханов, Жазира Исаев, Айдос Калиев, телекомпания «Джетысо» из Панфиловского района. К другим темам. Более 50 туш рертвенных животных раздала нуждающимся в Алматинской области группа добровольцев «Атажор Частаре» из Германии. В центре внимания – семи репатриантов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Таймир Анютов продолжит. Благотворительная акция в честь Курбанайта прошла в селе Бак-Тебай. Здесь проживают три семи репатриантов, находящиеся в очень сложной жизненной ситуации. Одни из них – сиитовы. Они переехали в Казахстан два года назад. Полгода спустя глава семьи отправился в Китай в поисках заработка. Однако вернуться у него не получилось. Мужчина был задержан на границе и потерял свой паспорт. Без мужа жить тяжело. Я не знаю, как мне удается все это вытерпеть. Уже его нет полтора года. Дети растут без отца. И у меня единственное желание, чтобы мой супруг вернулся домой. Дома отца семейства также ждут трое детей и 76-летний дедушка. Живется им нелегко. Сама женщина работать не может, ведь младшему ребенку всего годик. Благо соседи постоянно поддерживают. Так и сейчас, в священный праздник Курбанайт, соседи и группа добровольцев из Германии оказали посильную помощь. Мы привезли с собой 55 овец и баранов. В Талдыкурганском регионе мы раздали 23 из них. А в Алматы мы раздали мясо 30 семьям. Каждому дому по одной туши. Подобная акция прошла и в селе Караблак. Здесь мясо раздали 6 семьям репатриантов. Еще две получили помощь в Талдыкургане. Сейчас группа направилась в сторону Алакольского района. Цель та же – поддержать нуждающихся. Дамир Анитов, Жазира Исаева, Ныржан Муканов, телеканал ЖИЦУ. Обзор зарубежных новостей продолжит выпуск. В Афинах восстановлена подача электроэнергии в большинстве сетей, обесточенных из-за аварии. В среду днем произошел отказ оборудования на распределительные подстанции. В итоге центральные, южные и северные районы города остались без электричества на несколько часов. Отключились вышки сотовой связи. На дорогах погасли светофоры. Пожарные больше сотни раз выезжали на спасение людей, застрявших в лифтах, а под землей остановилось метро. Точная причина аварии пока неизвестна. Правительство Германии предложило господдержку тем сельхозпроизводителям, чей урожай в этом году из-за засухи сократился как минимум на треть. Об этом заявила в среду глава Министерства сельского хозяйства страны Юлия Клекнер. По ее словам, общие убытки, попадающих в эти категории хозяйств, оцениваются в 680 миллионов евро, а компенсировать предполагается половину этой суммы. По мнению многих фермеров, сельское хозяйство в Германии в течение последних трех лет находится на грани кризиса. А на севере и востоке страны ситуация настолько тяжелая, что многим фермерские хозяйства без своевременной помощи государства просто прекратят существование. Более ста африканских мигрантов в среду смогли прорваться на огороженную территорию испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Марокко. Как сообщается, беженцы использовали инструменты для резки металла, чтобы сделать проход в двойном заборе. Часть из них сумела перелезть через шестиметровую ограду. Сотрудники марокканских и испанских правоохранительных органов не смогли сдержать нелегалов. В результате были ранены не менее семи полицейских. Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема здесь стоит особенно остро. Несмотря на установленный вдоль границы с Марокко шестиметровый забор для контроля потока беженцев из Африки, нелегалам все же удается перебраться через ограду. Так, в конце июля около 600 мигрантов смогли прорваться на территорию Сеуты. Они впервые использовали против пограничников самодельные огнеметы. Обзор зарубежных новостей подготовил Дамир Анитов по материалам интернет-ресурсов. Основные зерносеющие регионы страны приступят к уборке зерновых в конце августа-начале сентября. В этом году, по словам экспертов, несмотря на неблагоприятные погодные условия, ожидаемый урожай должен превысить 20 миллионов тонн. Подробнее об этих и других новостях в обзоре событий республики. Рост цен на пшеницу ожидается в Казахстане. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Умерзак Шукеев. По его словам, если в прошлом году зерно стоило 35 тысяч тенге за тонну, то сегодня стоимость третьего класса уже порядка 49 тысяч тенге. Уборка продолжается в Актюбинской, Алматинской, Павлодарской, Казалардинской областях, на западе и востоке страны. Работы практически завершены в Жамбылском и Туркестанском регионах. Новый урожай готовят к экспорту. Воловой сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 миллионов тонн, что, по словам специалистов, является неплохим результатом в жестких условиях текущего сезона. В Алматы впервые проведены уникальные операции по пересадке роговицы глаза с помощью консервированного донорского материала. Его привезли американские офтальмологи. Они же провели мастер-классы для своих коллег из Научно-исследовательского института глазных болезней. Преимуществ у новой технологии много, говорят специалисты. Во-первых, эта операция бесшовная. Во-вторых, не происходит так называемой разгерметизации глазного яблока. Процедура менее травматична и после операционных осложнений почти не бывает. Проблема с донорским материалом тоже решается. Его будут поставлять из США. Уникальный артефакт найден в северном Казахстане. В Казахстане на месте поселения Ботай обнаружили фрагмент челюсти древнего человека. Сейчас ученые выясняют, кому она принадлежала. Находкой заинтересовались иностранные эксперты, которые сопровождают экспедицию. На раскопки приехали студенты из Великобритании. До них памятник посетили порядка ста человек из разных стран. Обзор подготовлен Диной Буранбаевой по материалам интернет-ресурсов. Если вы хотите узнать самые интересные моменты истории от эпохи Палеолита до современности, то вам стоит посетить Уральск. Именно здесь находится самый древний музей страны. Как говорят экскурсоводы, богатейшая экспозиция не оставляет равнодушным ни одного посетителя. Так ли это на самом деле убедилась наша съемочная группа? Уральск – один из древнейших городов Казахстана. По сей день в нем сохранились строения, имеющие многовековую историю. Это здание – настоящий памятник архитектуры. Духэтажное строение создано еще в 19 веке. Вначале это была русско-казачья ремесленная школа. И только через век, а точнее в 1980 году, здесь разместился областной историко-краевический музей. Наш музей является одним из самых древнейших в Казахстане и имеет очень богатую и насыщенную историю. Местными работниками проводится обширная работа для пополнения фонда. Всего на данный момент у нас насчитывается более 130 тысяч экспонатов. В музее имеется 8 экспозиционных залов. Это зал археологии. Здесь представлены экспонаты из каменного, бронзового, железного веков, относящиеся к Саврамато-Сарматскому периоду. В самом центре комнаты – золотая принцесса. Ее вещи были найдены в 2002 году в могильнике Тахтасай, расположенном в Теректинском районе в населенном пункте Долина. Этот экспонат считается одним из самых ценных. Каждый зал музея по-своему уникален. Этот, к примеру, посвящен периоду от образования казахского ханства и до времен падения Букеевской Орды. Последним предводителем Букеевской Орды является Жангир Хан. В 1824 году он взял в жены Фатиму, дочь известного муфтия Мухаммеджана Хусаинова, а через год зашел на престол. Он очень часто болел, видимо, потому, что не привык жить в юрте. И в 1826 году Жангир велел построить ханский дворец. В ханском дворце была сооружена комната вооружения и библиотека. Помимо этого при дворе имелась баня, аптека, мечеть, а также функционировала гимназия для девушек. В 1837 году Жангир Хан впервые провел в Букеевской Орде ярмарку. Стоит отметить, что первый банк в истории Казахстана также был создан в Букеевской Орде. Немало в музее украшений и изделий, сделанных из драгоценных металлов. К примеру, этот серебряный самовар – гордость выставки. В свое время он оценивался в тысячу лошадей. Особо богаты залы на графические изображения и картины. Одна из самых значимых картин, которые находятся в нашем музее, это произведение Абулхана Кастеева, написанное им в 1941 году. Картина называется «Встреча Тулегена и Козжибек». На втором этаже представлены экспонаты, рассказывающие о периоде с начала XX века и до момента обретения независимости Казахстана. Настоящий старожил этой выставки – пианино, привезённый из Санкт-Петербурга. Мне кажется, каждый казахстанец должен знать историю своей страны. Поэтому каждый год перед началом учёбы я стараюсь водить своего сына в музей. Я думаю, эти походы помогут ему в учёбе на уроках истории. Ануар Амангельдинов, Жазира Исаева, Мадиба Ибусынов, телеканал ЖИТСУ. Зрелищный турнир по боям без правил прошёл в городе Капшигай. Более 30 участников из разных уголков страны оспаривали звание сильнейшего в соревновании, организованном бойцовским клубом «Казах Прайд». Основная цель состязания – выявление талантливой молодёжи для дальнейшего спортивного развития. Самый юный представитель местного бойцовского клуба «Казах Прайд» – Мадзиар Байкужаев. На протяжении пяти лет он активно занимался боксом. А отныне, по инициативе его отца, стал бойцом ММА. В этот вечер он выступал в весе до 50 килограммов. И благодаря упорным тренировкам, Мадзиар отправил своего соперника в нокаут за считанные минуты. С самого детства со мной занимался мой отец. Потом он отдал меня на бокс в городе. Далее поступил в спортшколу. Сегодняшний бой я выиграл с большим преимуществом. Но это не повод расслабляться. Нужно и дальше упорно тренироваться и уже выходить на международный уровень. Это уже второй вечер боев, организованный клубом «Казах Прайд». На этот раз состязания проходили в двух весовых категориях. До 52 и 72 килограммов соответственно. Как отмечает инициатор соревнований Яркужа Байкужаулы, эта традиция будет продолжена и в последующие годы. На боях, кроме спортсменов, принимают участие известные тренеры. Они здесь не случайно. Среди бойцов они выбирают сильнейших и уже дальше предлагают им сотрудничество. Это поспособствует уже дальнейшему их развитию. Надеюсь, что сегодняшние ребята в будущем станут спортсменами с большой буквы и прославлять нашу страну на весь мир. К слову, все бои в этот вечер прошли ярко и зрелищно. По итогам состязаний победителям были вручены дипломы и ценные призы. Другие же бойцы также не остались в стороне. Они отмечены благодарственными письмами. Азад Джумаханов, Курманжан Касамжан, Луаманжол Жонкешев, телекомпания ЖТСУ, Капшигай. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!